А вы знали о том, что это растение очищает клетки крови от излишек жира, тем самым омолаживая организм? Если вы хотите получить массу минеральных солей, такие как натрий, калий, кальций, фосфор, железо, медь, йод и магний, и все это в шариках здоровья. Эти нежные шарики очень питательные и дают нашему телу много белков. Мало кто знает, что в горошке есть витамин К. Он играет важнейшую роль в процессе впитывания кальция костями. Без витамина К кальций не усваивается. И сколько бы кальция не получил организм, без витамина К кости все равно его не получат. А без кальция может возникнуть остеопороз. Горох богат витаминами А, Е и С. Это антиоксиданты, омолаживающие нашу кровеносную систему. А вы знали о том, что в составе зеленого горошка содержится необходимая для поддержания здоровья женщин фолиевая кислота, которая также способствует омоложению кожи. Нежная мякоть горошка очищает клетки от излишков жира. Горошек также будет полезен и для мужчин. Он укрепит мужскую силу и предупредит воспаление предстательной железы. Отлично подойдет для тех, кто активно занимается в зале и наращивает мышечную массу. Но не стоит есть горох в больших количествах. Все должно быть в норме. При подагре в свежем виде горошек запрещен. Только в вареном виде или в тушеном. И в небольших дозах. Также горошек противопоказан при остром проявлении любых заболеваний желудочно-кишечного тракта. Суточная норма горошка 100-150 граммов в день. Не чаще 3-4 дней в неделю. При соблюдении рекомендуемой дозировки употребление зеленого горошка не повлечет за собой негативных последствий. Таких как метеоризм и тяжесть в желудке. Но правильнее всего употреблять горошек сырым. Приготовив салат или отдельно. Зеленый горох имеет хрустящую консистенцию. И используется в многочисленных блюдах. Его можно есть в сыром виде. И он содержит много белка и углеводов. Субтитры создавал DimaTorzok